Привет всем неравнодушным к свободному искусству, инновациям и жизни в стиле Apple. Вы смотрите Hi-Tech News, еженедельную информационно-развлекательную программу из мира гаджетов, интернета и технологий через призму самой фруктовой компании на планете. Ну что ж, меня зовут Сергей и сегодня в выпуске. Телеграм Компания Samsung представила новые модели планшетов со сканером отпечатков пальцев. Телеграм назвали самым быстро растущим стартапом Европы. Производство второго поколения планшета iPad Air начнется уже в июле этого года и многое другое. Ну а далее в программе расскажу об одной бесспорно интересной функции операционной системы iOS в рамках рубрики «Секреты яблочных устройств», а следом игре «Непобедимый рыцарь» и программе под названием «Сборная России». Ну а пожалуй на сладкое на этот раз оставлю обзор смартфона Nexus 5. Погнали! Ну что ж, а начинаем как и всегда с новостей из мира высоких технологий за прошедшую неделю. Поехали! Опередить бы Apple. Компания Samsung представила новые модели планшетов со сканером отпечатков пальцев. По линейке Galaxy Tab S случилось пополнение. Новые Galaxy Tab S 10.5 и Galaxy Tab S 8.4 стали новыми моделями планшетных компьютеров от южнокорейской компании, на этот раз призванных серьезно потеснить небезызвестных лидеров рынка в лице iPad Air и iPad Mini 2. К слову, главной фишкой обоих устройств, безусловно, можно считать пресловутый сканер отпечатков пальцев, работа которого построена по той же самой технологии, что и в смартфоне Galaxy S5, и которого сегодня так не хватает пользователям яблочных планшетов. Дизайн новых продуктов Samsung выполнен в общем стиле с другими моделями линейки Galaxy. Все тот же перфорированный пластик и окантовка корпуса, стилизованная под металл. Характеристики, как можно предположить, не сильно выделяются чем-то из ряда вон выходящим. 3 гигабайта оперативной памяти, дисплей с разрешением 2560 на 1600 пикселей, а также две вариации процессора. Четырехъядерный Snapdragon 800 в случае с LTE-версией планшета и фирменный Exynos 5 Octa. Аккумулятор емкостью 7900 мАч, который должен обеспечить до 11 часов автономной работы, также является еще одной бесспорно очень заманчивой фишкой 10,5-дюймового Galaxy Tab S. К слову, работать новые планшеты будут под управлением Android 4.4 KitKat с фирменным интерфейсом Magazine UX, а их владельцы получат возможность бесплатной загрузки целого ряда приложений. Павел Дуров не сдается, а Telegram назвали самым быстро растущим стартапом Европы. Всего за несколько месяцев аудитория нового детища Павла Дурова в лице мессенджера Telegram набрала более 35 миллионов пользователей, что позволило ему стать лауреатом премии The Europas. К слову, всего премии получили более 20 компаний. Так, например, лучшим медийным стартапом прошлого года был признан сервис для прослушивания музыки SoundCloud. Напомню, что к осени прошлого года Telegram набрал всего около 100 тысяч активных пользователей, в то время как резкий рост аудитории начался в конце февраля после приобретения Фейсбуком мессенджера WhatsApp. Ну что ж, остается только пожелать Павлу дальнейших успехов и удачи с его мессенджером. Компания Apple готовится к началу производства второго поколения планшета iPad Air. Как сообщают источники близкие к Apple, производство iPad Air 2 начнется уже в июле, в то время как до конца текущего месяца компания планирует наладить массовый выпуск дисплеев и некоторых других компонентов устройства. К слову, планшет будет представлен вместе с iPad Mini 3 уже осенью этого года, а из нововведений получит 8-мегапиксельную камеру и значительно улучшенный процессор A8. Согласно последним данным, размер и разрешение дисплея останутся прежними, а вот что определенно породует пользователей, так это наличие сканера отпечатков пальцев Touch ID. Напомню, ранее также сообщалось, что Apple рассматривает возможность выпуска некого iPad Pro с диагональю дисплея 12,9 дюйма. Однако ждать данное устройство в текущем году всё-таки не стоит. Ну а о новостях на этом всё, так что едем дальше. Наверняка многие из вас, будучи активными интернет-пользователями, частенько сталкиваются с такой насущной для многих проблемой, как пароли. Бесспорно, именно это понятие сегодня активно будоражит умы без исключения всех людей, которые так или иначе проводят время в интернете. Согласитесь, хранить пароли, где попало, это не только небезопасно, но и зачастую, как минимум, просто неудобно, ведь именно поэтому они так часто теряются, по неведомым причинам пропадают без следа, и в итоге без вынужденных плясок с бубном просто не подлежат восстановлению. К слову, сегодня на просторах виртуальных магазинов iOS и Android можно найти большое количество приложений, которые решают эту задачу, помогают хранить пароли. Однако, согласитесь, как было бы здорово, если бы весь необходимый функционал был изначально заложен в систему и начать им пользоваться, вы бы смогли просто достав устройство из коробки. И как ни странно, владельцам Apple девайсов такая возможность действительно доступна. К слову, именно о ней сейчас и расскажу. iCloud Keychain. Мало кто знает, но именно так называется сервис еще в прошлом году, анонсированный компанией Apple на конференции WWDC вместе с iOS 7 и OS XIX Mavericks. Именно он поможет пользователям интернета и социальных сетей, обеспечив помощь и защиту не только в плане хранения, но и в том числе создания самих паролей. К слову, сервис позволит хранить не только их, но и в том числе логины, данные кредитных карт и другую конфиденциальную информацию. Чтобы им воспользоваться, достаточно просто открыть на своем устройстве браузер Safari и на каком-либо сайте единожды ввести что-то из вышеперечисленных конфиденциальных данных, например, логин и пароль. После чего браузер запросит у вас подтверждение на дальнейшее использование этих данных и с этого момента будет вводить их автоматически. С кредитными картами ситуация ровно та же самая, с одним единственным исключением, а именно кодом, который в целях безопасности пользователь должен будет всегда вводить самостоятельно при совершении покупок. К слову, при регистрации на каком-либо интернет-ресурсе Safari опять же предложит пользователю самостоятельно сгенерировать длинный и надежный пароль, взломать который в дальнейшем будет в принципе невозможно. Ну и под конец, пожалуй, стоит упомянуть и о том, что все сгенерированные или введенные вами данные будут храниться в настройках в пункте браузера Safari во вкладке паролей и автозаполнения. А также синхронизироваться между всеми Apple-устройствами, объединенными одной учетной записью Apple ID. Сервис заработает на iPhone, iPad или iPod Touch под управлением iOS 7 и выше, а также компьютерах Mac с установленной операционной системой Mavericks. Ну что ж, на этом о секретах яблочных устройств сегодня, пожалуй, все, а вот разговор о мобильных играх, к слову, все еще ждет своего часа. Так что давайте не будем тянуть к угла за Ларри Пейджа и потихоньку перейдем-таки к долгожданным развлечениям. В общем, рубрика «Игры на неделю» далее в программе. Что ж, игру, о которой мне бы сегодня хотелось вам поведать, по правде говоря, едва ли можно назвать каким-то громким тайтлом в мире мобильных игр, сравнить хотя бы с тем же Человеком-пауком. И тем не менее, именно она сумела каким-то образом окружить себя в буквальном смысле морем слухов еще задолго до официального релиза. К слову, вполне возможно, что отчасти это лишь заслуга бесспорно именитой компании GameLoft, которая здесь значится разработчиком. Но вот лично мне почему-то кажется, что популярность в данном случае есть не что иное, как заслуга в том числе еще и весьма редкого в масштабах мобильного игрового мира жанра «рыцарский турнир», выполненного в духе захватывающих средневековых схваток, у барьера. Почувствовать себя благородным рыцарем, облащиться в тяжелые латы и оседлать верного скакуна, вооружиться огромным копьем и бросить вызов самым прославленным воинам королевства. Именно это предстоит сделать мобильному геймеру в игре «Непобедимый рыцарь» от компании GameLoft. К слову, сюжет игры, который в силу жанра не блещет своими изысканными и неожиданными поворотами, вкратце можно представить в виде становления главного героя, между прочим, собственноручно созданного вами в самом начале игры, из простого бедного рыцаря в настоящего чемпиона. В ходе игры вам предстоит не только регулярно бросать вызов прославленным всадникам королевства, но и бороться с тиранами, грабителями, нагло прикрывающимися своими титулами и доспехами, отнимать их замки и феоды, чтобы одержать вожделенную победу во всех пяти игровых лигах. Подводя итог, могу сказать, что благодаря своему простому и в то же время интересному геймплею, реалистичной 3D графики и, наконец, вполне адекватной фремью модели, игра действительно затягивает, поэтому рекомендовать ее могу даже тем, кто по большей части предпочитает полноценные крупные проекты. К тому же, игра не стоит ни цента. Как известно, в минувший четверг, 12 июня, в Бразилии состоялось открытие чемпионата мира по футболу, самого зрелищного футбольного события года, и хотя сам я, увы, не могу назвать себя большим фанатом данного вида спорта, тем не менее, за нашу команду болеть буду, ну а не осветить столь знаковые события, конечно же, через призму технологий, позволить себе просто не могу. Так что на этот раз решил подготовить обзор приложения, которое позволит вам всегда оставаться в курсе событий чемпионата, держа в руках лишь свой мобильный гаджет. Согласитесь, следить за матчем с трибун стадиона зачастую удовольствие, надо сказать, не из дешевых, особенно когда разворачивается все это в Бразилии, и уж тем более, когда дело касается чемпионата мира. Именно в такие моменты и понимаешь, насколько полезными бывают мобильные устройства. Новое приложение сборной России по футболу от спортивного интернет-проекта Sports.ru было создано специально с целью позволить болельщику всегда быть в курсе происходящего в любимой команде. Оно включает в себя все самые свежие новости о сборной России по футболу, оперативно поступающие из более чем 700 источников, интервью с игроками, репортажи, а также мнения экспертов, яркие фотогалереи и лучшие видеозаписи. Нельзя не упомянуть и о наличии полной статистики всех матчей клуба в режиме реального времени. Приложение также предоставит пользователю возможность следить за текстовыми трансляциями матчей, которые, помимо всего прочего, будут снабжаться и сводными таблицами. К слову, приложение мультиплатформенное, доступно как для Android, так и для iOS, причем совершенно бесплатно. Сегодня поговорим о Nexus 5, самом чистокровном гуглофоне на платформе Android. Данное устройство можно назвать своего рода эталонным смартфоном, этаким айфоном в мире Android. А все потому, что производством этого девайса занимается сама Google в партнерстве с корейской компанией LG. И именно здесь установлен девственно чистый Android, не испорченный сторонними виджетами или лаунчерами, такой, каким его видит сама компания Google. Однако даже не это является главной особенностью и фишкой девайса. Главным здесь, безусловно, является его цена. Стоимость Google Nexus 5 в Америке составляет 350 долларов за модель с 16 и 400 долларов за модель с 32 гигабайтами памяти. Только вдумайтесь, 350 долларов за 5-дюймовый Full HD дисплей с отличной картинкой, процессор Snapdragon 800 с графическим ускорителем Adreno 330, 2 гигабайта оперативной памяти и прекрасную 8-мегапиксельную камеру. Такой боекомплект позволяет не только обеспечить высокую производительность настоящего флагмана, но и оставить отличные впечатления от использования. К слову, на Nexus 5 установлена последняя доступная на данный момент версия Android 4.4.2. Однако пользователи линейки Nexus смогут одними из первых получить доступ к следующим версиям операционной системы, что, безусловно, является огромным плюсом фирменных продуктов Google. Говоря о производительности, стоит отметить, что в Antutu смартфон набирает в среднем 27 тысяч очков. Результат довольно-таки странный, учитывая, что на практике всё летает буквально на уровне ракеты. Каких-либо нареканий относительно плавности и скорости работы системы почти за 2 месяца использования Nexus 5 у меня не было. Но вернёмся к дизайну смартфона. На данный момент Nexus 5 продаётся в корпусах трёх цветов – чёрного, белого и ярко-красного. Мне на тест попала красная версия аппарата, и первое, о чём могу упомянуть, так это о том, что за всё время использования безумно радовал тот факт, что на корпусе смартфона практически не остаются отпечатки пальцев. Возвращаясь к лицевой панели, скажу лишь, что у Nexus 5 напрочь отсутствуют наэкранные кнопки. И, на мой взгляд, это даже здорово, ведь у разработчиков получилось разместить столь огромный 5-дюймовый дисплей в относительно маленьком и компактном корпусе. Одной рукой им, конечно, не попользуешься, но в любом случае это всякое, лучше, чем у других флагманов на Android. Ещё одним плюсом Nexus 5, безусловно, является камера. Она действительно делает отличные снимки и местами даже лучше iPhone 5s. Никаких экстраординарных фишек здесь, конечно, нет. Ну, может быть, за исключением режима HDR+, который зачастую помогает вам несколько приукрасить ваши фотографии. Несмотря на то, что смартфон действительно вышел отличным, без минусов всё-таки не обошлось. Начну с батареи. Здесь установлен аккумулятор ёмкостью 2300 мАч и на практике больше 5-6 часов в режиме активного использования. При максимальной подсветке экрана в моих руках смартфону продержаться, к сожалению, не удавалось. Ну и напоследок поругаю смартфон, пожалуй, ещё и за звук. Динамик в Nexus 5 установлен, прямо скажем, не очень качественный, в то время как в наушниках смартфон, опять же, звучит средненько, проигрывая, например, iPhone 5s. Ну что ж, а на этом всё. С вами была еженедельная программа из мира высоких технологий Hi-Tech News. Напомню, зовут меня Сергей и прежде чем попрощаться, напомню, что свои отзывы, комментарии и пожелания к программе вы можете оставлять на сайте телекомпании Город. Кстати, именно там вы также сможете проголосовать за данный проект. Ну а вот теперь уж точно, до скорого. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok